Дорогие друзья, всем большой привет, на связи Виталий Сергеенко. Сегодня говорим о торговой войне США и Китая, и также поговорим о нескольких неудачниках, которые ни в коем случае сейчас не нужно покупать акции этих компаний, и поговорим об одной компании, которую я сегодня рекомендую. Поэтому не будем терять время, переходим на экран. Итак, друзья мои, сегодня говорим прежде всего на такую тему, как торговая война США. Давайте начнем по порядку. Прошли на прошлой неделе, да и на этой уже вот такие заголовки, в целом они крутятся вокруг одного и того же, что торговая война не завершится, до выборов президента. И действительно, я поддерживаю это мнение в плане того, что мы будем видеть вот такую затяжную возню, да, на финансовых рынках, где-то на пиках, близко к максимуму и до конца 2020 года, когда господин Трамп будет бодаться за свое кресло и новые четыре года правления. Поэтому, в принципе, с одной стороны, это, наверное, хорошо, потому что, скорее всего, какая-то стабильность будет, и мое мнение, несмотря на вот эти торговые войны бесконечные, да, все-таки Трамп не даст рынку упасть так или иначе, вот за счет того, что ФРС пинает, чтобы они снижали процентные ставки, или за счет других каких-то моментов, все-таки будет давать возможность рынку либо расти, либо оставаться на достигнутых максимумах, да, чтобы его избиратели подошли к новым выборам, с хорошим настроением и чтобы продолжали голосовать за него, да. Вот, поэтому, несмотря на то, что вот недавно прошла новость, что Goldman Sachs сказал, что рецессия США не за горами, что вот прогноз по чуть снижению ВВП до 1,8% и так далее, и вот что вот эти пошлины, торговые войны никакого положительного эффекта не дадут рынку, но между тем мы видим, что даже те акции, которые проваливались в моменте, как Facebook уже отрастают, да, или тот же Apple, смотрите какой выстрел за последнее время, даже вот Apple одна из компаний, которая очень сильно завязана с китайцами, но мы видим, что акции там, пускай с 218 сваливаются на 192, и тут же их выкупают, они возвращаются выше 200, уже 210, да, вот эта сильная акция типичная, сильные такие финансовые показатели, бренд, и ее сразу выкупают, несмотря на какие-то там торговые войны, не торговые войны, поэтому здесь это безусловно проблема какая-то локальная, но я даже здесь вижу вот в таких новостях, вижу только плюс, то, что есть еще там год-полтора спокойно поработать, близко к максимумам, да, будут периодически какие-то отвалы, коррекции, но это лишь возможность зайти и интересно добавиться, интересно поработать на рынке, да, вот мое такое мнение, поэтому в принципе, да, торговая война может стать драйвером некоторым в моменте к глубокой коррекции индексов, рынков, но с другой стороны, это и сейчас хорошая возможность и сейчас, и через там год-полтора-два, когда, если наступит какой-то кризис, да. Дальше погнали, у нас отчет по компании Uber, именно вот сегодня мы немножко об этой компании поговорим, как одном из самых главных неудачников, несмотря на недавнее IPO. Компания выходила на биржу там по цене 42, сейчас торгуется даже ниже размещения, по 36, вы видите, слабая такая динамика, нисходящий тренд, и что же там в принципе происходит, да. Вышел отчет, который не порадовал вообще ни своими ожиданиями, ни своими фактами, но здесь я, чтобы сильно не заострять внимание, да, я вам покажу просто главные цифры, что в 2018 году операционный убыток был 739 миллионов, здесь все в миллионах долларов, да, а в 2019 году второй квартал закрылся 5,5 миллиардов убытков, да, вот когда она в скобочках, это значит с минусом, убытки, и как бы совсем не веселые цифры, да, мы видим рост в принципе там подписчиков, точнее клиентов, да, там gross booking 31% этих заявок, то есть это очень хороший рост, компания растет там 31% в год, никаких здесь вопросов нету, но по-прежнему она в убытках, ее убытки очень резко увеличиваются, и вот те новости, которые проходили, да, именно по поводу Uber, здесь самый главный момент, что SEO-компанию, он оправдывается, говорит, что у нас есть убыточные направления, и в том числе IPO, то, что мы выходили, принесло нам достаточно серьезные убытки, в следующем квартале все будет намного лучше и интересней, но вот сейчас имеем то, что имеем, плюс еще к тому, что говорили про Uber, что в ближайшие годы не видно, не слышно в принципе выхода в плюс по этой компании, по операционной прибыли, и инвесторы голосуют ногами, мы видим, что они продолжают выходить из этой позиции, и как только у всех там лакапы закончатся, кто участвовал в IPO, там 90 и 180 дней, я думаю, что здесь даже цена еще полетит намного ниже, можем увидеть 32 и 30 намного ниже значения, поэтому будьте аккуратны, здесь, конечно, есть спекулятивная какая-то возможность может быть продать акцию или какую-то CFD на Uber, но я бы это не рекомендовал, я просто рекомендую пропускать здесь лонги, искать другие интересные идеи, да, потому что на той же платформе Admiral Markets, которую я сейчас вам показываю, здесь торговля реальными акциями и без плеча, и только лонги, да, поэтому вот здесь, допустим, нельзя зашортить Uber, да это и, в принципе, не нужно делать. Кстати, ссылочка, первая ссылочка в описании, попробуйте открыть демо-счет, пробуйте через МТ-5 торговать реальной акцией, очень удобно, знакомый терминал и реальные активы, мне кажется, хорошее сочетание. Дальше это, ну да, по Uber, видите, у нас на одну акцию минус 4.72, ожидали минус 2, то есть намного хуже ожиданий, выручка 3.17 миллиарда при ожидании 3.3, Wall Street такое не любит, когда снижение там даже на несколько процентов, да, а здесь у нас одни сплошные минусы, да, поэтому это, ну, совсем не хорошо. Также прошла такая новость для, по компании, которую нам, ну, многие с вами знают, это Berkshire Hathaway, это инвестиционная компания Уоррена Баффета, и прошла такая интересная новость, что они потеряли 5 миллиардов на Kraft Heinz за этот календарный год. И вот, действительно, Kraft Heinz в последнее время чувствует себя очень плохо, вы видите, вот, дневной график этой акции, обратите внимание, то есть еще совсем недавно мы были 80, а сегодня мы уже 25. И Уоррен Баффет, по-моему, у него средняя цена покупки 45-48, вот такие цены, то есть где-то вот здесь прямо перед падением, да, то есть даже всемогущий Баффет не все знает, не все может предугадать и не мог, естественно, предугадать дыру в бюджете Kraft Heinz, что там намутят что-то бухгалтеры, вот, и это привело к тому, что очень сильное падение. А сейчас еще у Kraft был отчет, и они списали долгов, не долгов, а убытков на 1 миллиард, акции в моменте, в один день упали на 15%, и по многим направлениям, то есть вот как-то корпорация Kraft Heinz начала заниматься такой диверсификацией, вкладывать в различные бренды, в различные активы, вот у них началась какая-то беда, то есть, скорее всего, здесь будет классический пример, что Kraft будет обрезать вот эти убыточные направления, проекты выбрасывать, выбрасывать, оставить только те продукты, те проекты, которые им приносят максимальную маржинальность, и тогда мы, может быть, увидим здесь какой-то худо-бедный рост, но пока что здесь эти акции убивают, я думаю, будет и дальше убивать, и мы увидим цены намного ниже, впереди только там, не знаю, 20, да, потому что здесь цена входит по 5-8 долларов там за раз, поэтому здесь имейте в виду, отчет плохой по Kraft не стоит туда, в принципе, залазить, то есть сейчас сентимент у этой акции очень плохой, ее не любят инвесторы, скажем так, не любят спекулянты, дивиденды 6% это плюс, конечно, но те цифры, которые показывает компания, видите, год назад еще был доллар на одну акцию, прибыли сегодня 0,78, Уолл-стрит не любит, когда минус 20% у нас идут рост или падение каких-то мультипликаторов, скажем так, каких-то коэффициентов, вот, и сократилось также, процентиков на 5 сократилась у нас выручка, да, 6,4, было 6,7 и при этом даже упали ниже прогнозного умеренного значения, поэтому здесь большие проблемы продолжаются и мы это видим на графике, поэтому ни в коем случае здесь не ловите падающие ножи, этого делать не нужно, здесь все уровни сейчас будут спитать и цена может пойти намного-намного меньше. Что касается хороших идей, сегодня это Facebook, такой классический пример, потому что здесь хороший уровень, действительно, они сейчас стоят на такой локации, от которой вот отбиваются и себя хорошо чувствуют сейчас, в принципе, это акция, хотя проходят периодически какие-то сбросы новостные, то есть сентимент, в принципе, вот сам новостной фон по акциям Facebook, он не очень, да, потому что все время какая-то возня, но фундаментальная акция очень сильная, по показателям очень сильная, я думаю, что здесь рост продолжится в сторону 205-210, даже может быть в ближайшее время, и здесь хороший сейчас уровень такой спекулятивный для захода, позицию либо для дозаливки, лично я позицию набирал вот вблизи этого уровня, несколько ордеров уже зашел на своих счетах, поэтому, в принципе, вам также не рекомендую рассмотреть, но понимаю, что аудитория у Admiral Markets больше спекулятивная, да, больше трейдеров, поэтому не забывайте про стопы, не забывайте, здесь лучше заходить без плечей, то есть на свои, если даже акция просядет там на 10-12%, это не должно вас убить как-то, да, то есть здесь это вполне может быть, на фондовом рынке все-таки волатильность побольше, чем там на Forex или на отдельных фьючерсах даже, да, вот, но это, в принципе, то, что я сегодня хотел в основном нам с вами рассказать, скажем так, и вот как в случае с Facebook примерно, я думаю, что S&P также нащупал локальное донышко и продолжит вяло текущее движение вверх, периодически может быть с какими-то, ну, с какими-то снижениями, да, но все-таки будет тяготеть в сторону трех с лишним тысяч, я думаю, что это вполне реально. Друзья, и напоминаю, что есть ссылочки в описании под этим видео, первое, на попробовать открыть демо-счет, реальный счет, в компании Admiral Markets поторговать акции через MT5, очень удобная платформа, знакомая, и можно торговать реальные активы, и также вторая ссылочка будет вот на этот сайт, наш совместный брокерский счет плюс обучение, также есть возможность открыть счет и получить либо обучение с хорошей скидкой, либо даже вот там в подарок, если вам это нужно, чтобы понять, как перейти с рынка Forex, с рынка криптовалют, перейти, либо добавить свой инструментарий еще и фондовый рынок, то есть вот этот курс мы создали специально для вот такой части трейдеров. Все ссылочки в описании, вам большое спасибо за внимание, за ваше время, и увидимся на следующей неделе, с вами был Виталий Сергеенко, я профессиональный трейдер, управляющий активами инвестиционной компании Rich & Invest Group, увидимся через неделю, всем пока.